Морской порт Курык может войти в список свободных экономических зон. Об этом заявили во время рабочей поездки в Мангистаускую область сенаторы. Они также провели встречу с жителями села Курык. Сельчане подняли вопросы развития инфраструктуры, в частности строительства автодороги в Каракиянском районе, а также трудоустройства. Ботогоз Базарбаева продолжит. Объем грузоперевозок в морском порту Курык вырос в два с половиной раза по сравнению с прошлым годом. В компании сейчас занято 153 человека. В основном это жители Каракиянского района. Еще 20 рабочих мест откроются при расширении паромного комплекса. Сенат совместно с курирующими ведомствами работает над внедрением порта Курык в свободную экономическую зону. Все соответствующие документы подготовлены. Сейчас этот вопрос на рассмотрении правительства. Возможности у порта очень большие. Все понимают, что создание, вхождение порта в СЭС – необходимый шаг. И я думаю, что в этом году мы повторно проводим работу по завершению данного процесса. И ждем осеннего сессии заседания Республиканской бюджетной комиссии. Она даст дополнительный импульс не только для развития Курыка, а также, я думаю, для развития прилегающей территории. Это может быть хорошим будущим кластером для развития каких-то производств на территории Каракиянского района. Население Каракиянского района – 38 тысяч человек. С каждым годом растет число желающих получить работу в нефтеперерабатывающей сфере. Около ста вакансий будет открыто в добывающих и сервисных компаниях. В числе актуальных вопросов – сроки завершения дороги Курок-Житбай. По словам сенаторов, на дорожные работы из госказны направлено 11 миллиардов тенге. Это очень большие средства. Финансовая сторона вопроса решена. Сейчас технологии строительства дорог другие, они изменились. Работы должны завершиться к концу 2023-го, к началу 2024-го года. В этом году планируется проложить 5 километров. На этот участок направлено почти полтора миллиарда тенге. Нужно отметить, реконструкции трассы Курок-Житбай в районе ждут уже 15 лет. Дорога является связующим звеном международного транспортного коридора. По нему груз, прибывающий в порт Курок, отправляется в Россию и Узбекистан.